Всем привет! Я Ника Шаламай, и сегодня хочу поболтать с вами на тему ошибки новичков в рисовании спиртовыми маркерами. Так как я также когда-то начинала и наступала на эти грабли, давайте спасим вас от них. Всем привет! С вами Ника Шаламай, и сегодня я хочу поболтать о такой теме, как ошибки новичков при рисовании спиртовыми маркерами. Я когда-то тоже была абсолютным нулем в рисовании маркерами, но спустя уже около шести лет, как я ими пользуюсь, я переросла многие моменты, и хочу посоветовать вам то, чего не стоит делать на начале. Первое, что я хочу заметить, это неправильно подобранная бумага. Первой, которой я пользовалась, была достаточно текстурная, шероховатая бумага слоновой кости, которая очень, так скажем, давала потёки. Ты вроде бы заполняешь всё по контуру, а спустя какое-то время оно всё вытекает за края. Вот тут уже начинается. На камере прям сразу, может, не видно, но это довольно часто портило мои работы и, так скажем, вызывало факапы. Но ещё огромный минус такой бумаги тем, что она быстро изнашивает наконечник. Ну, а, конечно, правильно подобранная бумага позволяет вам раскрыть полный потенциал маркеров, то есть его цветопередачу, градиенты, разные смешивания. Использовать все техники, например, тоже вытравления можно только на специально подготовленной бумаге. Так что выбираем правильно. Ещё одна ошибка, довольно распространённая, которой я постоянно поддавалась, это когда у вас заканчивается маркер, вы его сразу выбрасываете. Ну, конечно, это было грустно-больно, но на самом деле этого делать не стоит, потому что изношенный маркер, во-первых, может давать вам классную текстуру на бумаге. Например, текстуру волос, текстуру бровей, дерева, из-за того, что он довольно подсохший. Но, с другой стороны, есть ещё такая штука, как заправки, о которых я узнала довольно поздно, но они продолжают жизнь вашего маркера ещё на очень-очень долго, если вы аккуратно идёте себя с пером. Плюс это очень комфортно, если у вас есть какой-то оттенок, которым вы пользуетесь чаще всего, и он у вас довольно быстро заканчивается. Ещё одна ошибка новичков — это, конечно же, не делать выкраску, которой я пренебрегала очень часто, хотя она выручает очень и очень. Почему же? Потому что влажный маркер часто меняет потом свой оттенок, когда он подсыхает, и мышца навидится другим. И также выкраска дальше помогает подобрать нужный оттенок, когда он у вас находится под рукой. Так что пользуйтесь, ребята, действительно полезная вещь. Плюс ещё выкраска часто помогает найти подходящую бумагу, то есть вы можете оторвать кусочек листика, на котором собираетесь делать рисунок, и сначала делать выкраску, чтобы понять, как цвет будет передаваться на ней, потому что действительно разная бумага даёт разные оттенки. Так, ещё одна довольно частая ошибка — это делать сначала контур тёмным цветом, и дальше рисовать поверх светлым. К чему это приводит? Потому что тёмный контур, во-первых, расплывается, тем более, если это нарисовано маркером, а не линером. Но часто скетчеры как раз-таки рисуют без лайн-арта, и всегда нужно начинать от светлого к тёмному. Вспомним ещё о такой ошибке, как заливка. Заливку чаще всего новички делают зигзагообразную, и, во-первых, она даёт штрихи в соединении между маркерами, и чаще всего бывает неравномерная, выходящая за контур. Лучше всего заливку делать круговую, так как только в таком случае вы сможете сделать её равномерной и вписаться во все рамки вашей иллюстрации. Если вы недавно начали рисовать спиртовыми маркерами, то, скорее всего, вы попались и на эту ошибку. А именно, это не делать подкладки для ваших рисунков. Вот часто в альбомчиках, в скетчбоках, в скетчмаркере, идёт такая бумажка-подкладка, что очень классно, потому что некоторая бумага протекает, и, соответственно, портит этим следующий листик вашего скетчбука. А зачем его портить, если хочется всегда рисовать круто и красиво, правда? Надеюсь, было полезно. Ну а вы, тем временем, оставьте свой фидбэк и напишите в комментариях, на какие ошибки попадались вы.